По поводу просчета реинкарнации, ты говоришь, там нужно заходить со стороны интеллекта, правильно я понял? Ну да. Есть два варианта, всего два теоретических варианта. Они оба математически просчитываются. Я имею ввиду варианты возможности, ну если мы рассуждаем об инкарнации, мы говорим о тонкоматериальной сущности. Вот эта тонкоматериальная сущность может быть дискретной, либо она может быть эффектом наведения на базовом поле. Вот. И это получается как бы разные схемы физически. Обе просчитываются. Если их в тупую сидеть считать... Нет, конечно, да. Это нужны какие-то... Вот как раз я и спрашивал, вот, то есть, что вот в расчете именно, вот что учитывать? Ну, там, какие вот, не знаю, факторы, либо там... Как-то об этом серьезно говорить надо сначала просчитать всю материальную развертку. То есть, скажем, материальную развертку, я имею ввиду, все состояния материи, схему, матрицу, скажем, от... Ну, скажем, включая все частицы и химические элементы, просто получить сначала материальную развертку, проверить ее, попадает она, собственно, в нашу химию. Ну, это элементарная проверочная операция, матрица сошлась на том или не сошлась на этом. Как бы это все делается? Это как бы будет подтверждение, да, что вы правильно матрицу свернули. Дальше уже от этого, исходя, если у тебя есть просчитанная точно матрица, ты можешь уже просто взять и тупо посмотреть, какой вариант отходит. Получается там дискретная форма или полевая? И что получается вообще? Может, вообще ничего не получается? Если получается, например, дискретная форма, ты уже, как бы, уже считай, знаешь ответ, что да, вот это вот есть, есть в таком виде. Дальше уже смотришь, можно уже считать биологию, ну, можно опять же считать тупо ручным способом, можно, если у тебя есть эта матрица, ты на ее базе, ну, развертка есть, ты можешь... Виктор, Виктор, вот перебью тебя, смотри, вот ты говоришь дискретная, ты имеешь в виду что-то, как бы, имеющее границу, правильно я понимаю? Дискретная, это состоящая из дискретной материи. А, значит, то, а полевое, это из полевой, да, материи? Эффект на материи. Ну, именно на поле, правильно я понимаю? Нет, это полевой эффект на... На... На размещенной материи, ну, как объяснить-то? Ну, например, как у магнита поле, вот магнитное, так? Есть, Вселенная, ну, скажем, вот упрощая простое объяснение, Вселенная заполнена телами. Ага. Все тела между собой взаимодействуют 1р-квадрат этой зависимостью. Ага. На всех уровнях. Любое... Виктор, на всех уровнях ты имеешь в виду по размерам вглубь, да? Да, 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 да. То есть, там, земля, камень, там, частицы, все, понятно, да. Вот, взаимодействуют, да, то есть, и, как сказать, есть вот атомный уровень взаимодействия, есть глубже, и так далее, так прочее. Есть уровень химических связей, и вот, если вот туда лезть, это все как бы волновые полевые эффекты. И каждое тело оставляет, как бы, свой след полевой на соседние тела. Ну, пока оно существует. Ну. Ага, понял. Вот теперь смотри, вот оно существовало, его, как оно перестает существовать? Материя же никуда не делась. Ну, материя никуда не дается, в принципе, да. Катуру. Правильно? Ну, привычную. Еще раз, было плохо слышно. Она вышла из привычного состояния, просто. Ну, да, понял, да. А вот это вот, ну, скажем, простыми словами, намагниченность на окружающих объектах, она, как бы, осталась. Ну, вот. Понял. Передача. И дальше уже, возможно, варианты. Вариант А, вариант Б, вариант С. Ну, и пошло, поехало. Понял тебя. Короче, понятно. Понятно, что, как бы, на самом деле, чуть-чуть вверх, там, как бы, ухватываю, там, понимаю, но понимаю, что очень, как бы, скажем так, круто. Ну, то есть, глубину, понимая всего этого, там, маленькую, вот, своим пониманием, довольно крутой момент, скажем так, для меня. Виктор, вот, сейчас вот ты говорил, я, немного, опять, от темы, про состояние, значит, правильно ли я понимаю тогда, что, кроме, вот, допустим, четырех, вот, эти состояния, они как относятся к агрегатным состояниям вещества, которые сейчас приняты, ну, вот, в физике? Ты имеешь в виду, что? Про какие состояния? Ну, агрегатные физики, это, допустим, вот, твердое тело, там, жидкость. Нет, нет, ты говоришь, эти состояния, как они относятся к агрегатным состояниям? Состояние, вот, ты говорил о поле, значит, ну, вот, допустим, материя, то есть, материя, вот, допустим, ну, там, в твердом виде, как я понял, и потом оно там, его состояние поменялось, там, как бы, поле осталось, как бы, материя никуда не делась. Ну, и вот поле осталось, как я понял, поменяло просто состояние, и, ну, материя... Маленько не про то, как говорил, ну, как сказать там... Ну, вот, вот, представь ситуацию... Есть ты, есть Вася, Коля, Петя, вот, ваше 148. Угу. Вы не можете, ваш, ну, предположим, рассматриваем версию тонкоматериальную, да? Угу. Что тонкоматериальная есть, она, вот, работает по дискретной или недискретной форме. Вы не можете, грубо говоря... Ты не... Твоё тонкоматериальное не может конфликтовать с Васиным тонкоматериальным. То есть, оно также в гармонии находится, как обычная материя. Угу. То есть, все волновые процессы, они подстроились... Они уже изначально в схеме, в общефизической, до, ну, предыдущего уровня, я имею в виду, колебаний, да? И уже изначально они в одной базе находятся. Так вот, представь, что, вот, вот, если идти порассматривать версию недискретную, то, а полевую именно, то, что происходит, когда один, Коля или Вася, утратил свою базу? Ну, как бы... Матери... Утратил свою материальную базу. Ну, сейчас попробую выразить мысль. Вот, когда мы говорим о... Рассматриваем версию недискретную, а вот как раз полевую, получается следующее. У нас тонкоматериальная, по этой версии, это не дополнительное количество материи, а полевой эффект на другой материи. Ну, да, на существующей материи. На сезаемой, скажем так. Да, 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 ну, для нас сезаемой. Теперь, что, ну, скажем, ну, есть 10 носителей, да, каждый дает 10% вот этого полевого эффекта, да, в результате получается 100. Угу. Стало 9 носителей. У нас получилось что в результате? Ну, как бы... Ну, и первое, что смотрим, 90, да, процентов осталось. Какая? А тут момент такой еще забавный, что у нас... Как бы утратилась мощность. Ну, из этих 190 стало, другими словами. Мощность влияния полевого на материю. Накопительная мощность. Ну, скажем, инерция, инерция влияния. Ну, скажем, вот 10 человек раскачивали систему на 100%, да? Грубо говоря, если там 10 человек качали качелью, там, они могли толкнуть с одной силой, то 9 человек уже с другой силой толкают ее. Ну, сейчас, как сказать-то, но качеля колеблется в нормальном режиме, а ей, по идее, не... Как бы выразить-то? Мы имеем дело с качелей, для которой колебания – это естественное состояние. Угу, понял. Нет такого, что... Нет, не так. Ну, скажем, раскачка не требуется. Раскачка – это естественный, остаточный процесс. Вот эти вот остаточные тонкоматериальные явления, по версии не дискретной, они как раз естественный физический процесс упорядочивания этих колебаний. Ну, и возвращаясь обратно, 90%, да? С утратой, с утратой, с утратой, с утратой 10% от этого элемента у нас как бы утрачивается носитель. Нет, утрачивается источник, а носителем-то у нас является по этой версии что? Материя. Материя, да. Друзья, то есть получается, что наводка, она как бы какое-то время остается, она может сохраняться какое-то время за счет того, что она, ну, скажем, встроена в те 90%, она же в гармонике с ними шпарит. Вот, она по индивидуальной схеме, но в общей гармонике. Это как бы не подпитка, а, скажем, возможность существования, коллективного существования. И в результате этого, ну, эта наводка, ну, вы должны рассматривать вариант, тогда получается, и перехода этой наводки на любой другой носитель. Получается, стартовых субъектов было 10, стало 9. Наводка у нас оставалось 100%, там дальше надо считать вариант угасания, как бы, на наводке или сли... Ну, я понял тебя, Виктор, то есть, сейчас вот попробую своими словами. Ну, то есть, грубо говоря, как бы, вот есть, допустим, 10 чего-то там, на него, на эти 10 чего-то действует поле. Вследствие этого возникают, как бы, внутренние наводки, которые назовем тонкоматериальные. Например, одна из этих 10 чего-то, ну, там, сущностей или чего-то, ну, которая в реальном мире из материи стоит, там, по какой-то причине разрушена, значит, после него, как бы, остался вот этот след, ну, постепенного угасания, либо, там, не знаю, вот, который, как бы, называется тонко-тонко материальным, правильно я понимаю? Свободный след, скажем, назовем его. Какой след? Свободный, без субъектов. Ну, да, без субъектов, ну, который, как там, или угасает потихоньку, либо он, как бы, существует вследствие, там, каких-то причин, ну, допустим, неизвестных пока что нам, там, взаимодействие тоже, там, может, полевого. Это там все известные. Там это, если ты прочитал материальную развертку, у тебя все причины известные. Угу. Угу, 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 так. Ну, это надо плотно, этап за этапом, грубо говоря, прорабатывать, считать, все это устаканивать, потому что, вот, сейчас это все, ну, озвучивается на уровне набросков. Ну, да, предположение. Вот, потому что там будет конкретно ясно, какая версия, либо, ну, то есть, если на материальной развертке у тебя получилась дискретная форма, да, дискретная невозможна, там уже нечего считать. А дискретная форма это как дополнение, как бы, ну, к материи, правильно я понимаю? А дискретная форма получается следующим образом. Вот есть материальная развертка, да? Угу. Ну, скажем, есть общий вселенский фон. Угу. Он регламентируется общей полевой вот этой разверткой вселенской, да, у нас каждая материальная частица совершает колебания в гармонике со всей вселенной. Она не может... Ну, то есть, создает, как бы, вся масса создает, как бы, общий фон. Да. Но и масса создает общий фон. И если лезть вглубже, то и любая частица, считаем ли мы ее массовой или безмассовой, она тоже в этом фоне находится. И она тоже, она не может поперек этого фона колебаться. Ну, понял, да. Ну, то есть, а смотри, Виктор, вот вопрос такой. Вот, допустим, при расчете, как бы, ты бы учитывал общий, допустим, ну, к примеру, там, кусок камня. Или учитывается кусок камня и все молекулы, там, которые у них отдельные, там, какие-то свои на общем фоне, там, колебания и еще, там, вглубь, там, как бы, залазить. Или достаточно, там, как бы, брать самые большие, там, ну, объекты и, исходя из них, там, уже построить, как бы, развертку или нет. Если ты говоришь про законы природы, то, и про колебания, то у нас любая частица не может колебаться по каким-то другим законам. Вот ее каждое колебание, полностью каждое колебание зависит от соседних масс, от удаленных масс, полностью. Она не может ни на микрон в сторону прыгнуть самостоятельно. И вот то, что говорят, там, вот, частица колеблется так-то и так-то, это, она колеблется в схеме. Она не свободна в этом смысле. Она не может по-другому. И это вот все окружением обусловлено. Про саму, если говорить про материальную развертку. Любая частица, если мы рассматриваем образование, да, частицы, в этой вселенной, она образуется тоже, вот, в рамках этой схемы. Любая частица, да, вот, если мы переходим в мат-модель какую-то, в этой модели будет только сценарий, что она вошла уже в силовом статусе, соответствующем данной вселенной. И развертка материальная сводится к следующему, грубо говоря. Если взять, изобразить это графически, да, то, ну, скажем, мы нарисовали просто, ну, скажем, взяли линейку, положили на нее, там, маковое зернышко, горошинку, там, вишенку, апельсинку и так далее. Ну, вот как Парад Планет сделали, примерно то же самое мы сделаем с частицами. И у них будет внешний дискретный край, то есть максимальный предел для, допустимый, для единичной самостоятельной частицы в нашей вселенной. Ну, есть предел, через который частица не может в силовом плане перешагнуть. Именно ее размер, в смысле? Ее силовой статус. А ее силовой статус уже определяет размер. То есть, например, вот тут немного непонятно, частица, она как бы сама же определяет, ну, допустим, внешнее окружение определило там, вот, какую-то частицу. Вот. Она, как бы, создана. Но вот она как бы есть, она же не может там, как-то окружение изменилось, изменилась частица. Правильно я понимаю или нет? Окружение не может измениться. У тебя может расположение окружения изменить. А, ну, да, 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 вот расположение... волновой полевой статус у тебя окружением измениться не может статус у тебя грубо говоря стандартный для любой области вселенной то есть для любой области любую размерности ну смысле размера для любого до грубо говоря скажем у тебя частица не может быть размером с апельсин неважно где ты находишься здесь ты находишься да или там за миллиард галактика отсюда то есть она везде будет по сути одна и та же нет таких областей вселенной в где бы был другой химический состав отличный от нас о скажем не совсем корректно выразился так 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 такой же набор тех же частиц так и в нашем человеческом восприятии можно выражаться скажем определенный дрейф будет в одну в другую сторону но в какой-то фундаментальной разницы не будет мы будем образно иметь ту же самую химию там это мытья виктор еще вот так же вопрос а вот там правильный я я же понимаю что как бы можно заглубляться по размерам бесконечно и там тоже будет какие-то частицы и там и там вот насколько и и смысл как бы вот это вот заглубление для просчета вот дальше когда мы шпарим туда внутрь там тоже вот и есть дискретный край не дискретный край но туда совсем как бы можно сейчас не лезьте но все это можно просчитать если вот ну те кто лекцию о бесконечно больших и малых величинах смотрели они как бы пользуясь этим инструментом могут туда внутрь шпарить смысл такой вот мы берем да вот этот вот продвижение от скажем вот от по нашей линейке от апельсина в сторону горошины макового зернышка и вот мы зашли за маковое зернышко есть вот эти вот пределы ну тут продвижение внутрь скажем из разряда не доступны сейчас на нашем техническим возможностям для исследования так вот на том тонком уровне если вот ниже макового зернышка идти по частицам там возможен тоже математический вариант что есть грубо говоря это тонкая фракция материи которая может дальше циркулировать по пространству участвовать каких-то взаимодействий ну участвовать во все грубо говоря взаимодействиях но она скажем как ну как пудра она живет по тем же законам но как пудра вот мельник вышел из мельницы да он в буке и и образно мы вот физику мельника представляем да вот своими приборами а вот эту пудру мы не отслеживаем мою материю на предмет на предмет заглубление в тонкоматериальные дела то возможно тоже этот второй сценарий который дискретным называют возможно такой вариант что вот это вот пудра циркулирует образно говоря тонкоматериальная она как сквозняк циркулирует она может там внутри атома циркулировать она где-то за что-то цепляется но по по химическим связям по органическим связям она тоже может встраиваться ну допустим живой организм образовался убился там от материнского или там пошел каким-то путем развиваться и это пудра как бы сопроводительная пудра она тоже там структурируются согласно этого организма да как-то прикол при каком-то организме удерживается то есть это уже пошел дискретный вариант ну то есть грубо говоря при там да и грубо тоже гибели организма там или исчезновение организма то это пудра вся как бы грубо говоря с ним ушла тут опять же смотри все зависит здесь от связей какими это пудра тонкоматериальная я не имею ввиду что вот она вот мельник облепила как мука это как бы пример она там же может быть варианты следующие например один из вариантов что связь между этой пудрой ну комплексом этой пудры соответствующим данному живому организму который составлял 10 процентов нашей расчетной схеме она может быть слабее общая связь чем внутренняя связь между самой конструкции это тонкоматериально если это так но это опять же считать надо до варианты если это так то получается бы жил живой организм накопил вот этой пудры да она в результате там каких-то тонких связи нацеплялась на протяжении жизни да где-то утрачивалась где-то прибавлялась нужна своим законом носитель носитель представился а сама тонкоматериальная вот этого структура осталась и она скажем имеет внутреннюю организацию ну силовую способны удерживать как бы ее грубо говоря но не давать распадаться самостоятельно и там были какие-то связи с носителем и они начинают утрачиваться то есть вполне возможно что вот это вот тонкоматериальная сущность она может тогда получается отделиться и дальше она уже пошла дальше физика просто ну понял отталкивание если она на одну на притяжении такой сценарий на отталкивание такой сценарий на комплексном приталкивании тот же самый сценарий который мы как по притяжению то есть у нас опять получается тонкоматериальный объект циркулирующий в районе дислокации носителей связи эти есть и со собирается тогда получается что сходится вся вот это вот версия которую озвучивали по сценарию религиозных трактовок именно какую ну что после смерти душа и пошло поехало то есть собирается там где-то вместе все это дело да ну тогда физика из этого процесса выглядит ну примерно так как как мы вот фильм обучили на офисе картинки анимации тогда вот этот сценарий информация огненная скажем так вот то что сейчас услышал не знаю сколько там думать надо были но это все просчитывается но на это надо сажать нормальный народ на это нужно время слушай виктора вот и еще вопросы вот значит ты говорила что допустим у частицы дискретный край и не дискретный край это дискретный край это в смысле вот граница материи да они дискретны не так выразился или или ты может не так услышал как понять внешний край и внешняя дискретности а может быть внешний край дискретности дали внутренних родителей или за маковку вот я может про это говорил да вот когда мы что-то в частицах говорили и чё ну вот я хотел бы прояснить для себя значит ты что есть что но внешний край за пельсинку в максимальный размер он конкретно там обрезан все вот так не буду кривать а внутренний край а внутренний край там тоже возможны варианты это тоже все просчитывается то есть это касательно размера его да ну можно говорить о размере можно говорить о силовом статусе то есть вот и если взять прямо конкретно вот апельсин вот размер апельсина откуда берется нас размер апельсина берется от плотности вселенной от средней плотности мы уменьшили среднюю плотность столько-то раз, у нас размер апельсинов столько-то раз увеличился. А поскольку у нас база, конкретно средняя плотность по вселенной константа и стремится к константе на макроуровне, то как бы у нас предел все равно получается у апельсина конкретный для данной. Ну понял, да. То есть он может быть как бы большой апельсин, может быть маленький апельсин, но вот как бы разница там. Если мы стерли всю материю, оставили только апельсин, то у нас получается безразмерный апельсин. Да, огромный апельсин, короче, да. Ну, понял, да, то есть это мы говорили, ты говорил, то есть касательно того, что как бы потенциальные размеры, как бы граница может быть такая, а может быть такая. Вот о апельсинах, теперь понял. Ну, о частицах. Вот. Еще вопрос в следующий. Вот я сразу не стал задавать по поводу материальной развертки. Ты здесь что подразумеваешь? Ну, материальная развертка это как раз от апельсина к маковке. Ну, то есть, грубо говоря, вот стартовая ситуация. Есть вселенная, есть в ней процессы, есть частицы, да? Да. Ну, если двигаться в сторону частиц, то есть сценарий, как это математически просчитать, не загадывая там в адронные коллайдеры, а просто взять и выполнить работу, просчитать и получить конкретный результат, какие у нас частицы могут в нашей вселенной быть. А, понял. Собственно, теперь понятно. И, исходя из этого, можно как бы там ввести расчет их взаимодействия, значит, знать, какие там они могут быть, какие у них могут быть размеры, там, как они могут существовать и так далее. Правильно я понял? Да, 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 да. Все, понял теперь. Нереально круто. Скажем так. Ну, наверное, не для всех. Единственный вопрос, который у него возникает, когда я, значит, все это слышу, вот ты рассказываешь, вот как, как вот додуматься, это же сколько нужно было потратить времени, чтобы вот с чего вот начинать, чтобы вот, значит, пришло это понимание такого уровня. Там, как бы, есть такая штука, уже нет такой штуки, ну, пример я такой могу привести. Взять человечка, ну, чистого, без информации, или стереть полностью информацию с головушки, дать, или отклонировать человека, чтобы он не получал никакой информации о внешнем мире. Ага. Посадить данного человечка, скажем, в какой-то кубик, какое-то помещение, и не давать ему, ну, информации. Так вот, если дать этому человечку вечный ресурс времени, то у этого человечка есть шанс додуматься до того, что находится за бортом. Ага. Додуматься не на уровне догадок, а на уровне жестких следствий. Жестких следствий, ну, бронебойно. Ага. Человечек может сосчитать материальную развертку, он может рассказать, как выглядит мир за бортом. Ага. Ну, что есть там, планеты там, галактики, так далее, так прочее. Ага. Это, разумеется, при условии, что этот человечек будет в интеллектуальном плане расти, там, мозгами шевелить и так далее. Ага. Вот этот вариант как бы существует, но просчитывается. Но, блин, неожиданно, просчитывается. Я как бы это поднял задним числом, что можно, что человечек может до этого досчитаться. Да, ну, да, как бы, а в чем суть? Суть чего? Я просто немного не догнал, вопрос задал о том, как, значит, к этому всему, вот, то, что ты рассказываешь, как бы, прийти, вот, как вообще, ну, для меня непонятно, в плане, что говоришь? через логику? Капец, это сколько, вот, не знаю, там, ну, просто, я не знаю, там, оцениваю, допустим, там, если бы я об этом думал, там, мне бы понадобилось, там, столько, столько, и вообще, ну, как бы, неизвестно, пришло, вопрос просто в подтвержденной информации, в неподтвержденной, грубо говоря, если, вот, человечек, сидя там, доберется до правил чистого мышления, то он не будет путаться в выводах, и если человечек во внешнем мире, да, он же больше шансов имеет, чем человечек чистый, замкнутый, да, да, человечек во внешнем мире будет, собственно, просто пользоваться законами логики, он не будет путаться в информации, он сможет разделить информацию, вообще информацию, вся, которая есть, надо разделить на два цвета, красным цветом обозначить достоверную информацию, а остальными цветами черным, любую другую, так вот, если вот просто взять все наши учебники, да, и выделить красным цветом достоверную информацию, там будет мало, ну, так много, так вот, если люди смогут это различать, достоверную, недостоверную, они смогут быстрее думать продуктивно, и как бы, не будет отвлекающего хлама, так тут еще, дело в том, что, как бы, часть же информации, основана на другой информации, часть там на другой, и вот это вот, как бы, предпосылки, 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 вот если всех бобров убрать, то будет, останется очень мало, так вот, этого мало, и придерживаться, и как бы, оно попрет, нет, просто я говорю о том, что вот, допустим, человек обычно тоже там решил, вот, как-то двигаться, мне кажется, ему будет сложно, не в том, а что, допустим, он там, ну, какую-то, допустим, увидел информацию, на примере, и вот он, как, допустим, узнать, ее проверить, или опровергнуть, ну, или там, сказать, что она верна, то есть, достоверно, он начинает там углубляться, вот, какие-то там термины разбирать, там, какие-то факты там, эти факты там основываются, там, на каких-то еще других фактов, и вот так вот может там, идти вглубь, то есть, доказательство одного факта, как бы, потребует, ну, подтверждения, очень много времени, скажем так. Ну, Саша, вот как бы алгоритм, проходок материальной развертки, я бы не хотел озвучивать. Не, я сейчас об этом не говорю, я просто говорю о том, в общем, как бы, очень-очень много информации, вот, и как. Ну, вот, смотри, ну, сейчас вот, как вот эта вот картинка-то была, с делением, размещением, теории на футбольном поле, да? Угу. отсеиванием, 50% по одному признаку, 50% по другому, да, остается там. Ага. Меньше, меньше, меньше. Так вот, когда мало-то совсем осталось, там же проще думать. А, ну, согласен, да, но все равно, это очень необычно, скажем так. Блин. Меньше, но все равно, Продолжение следует...